Всем привет! На стримах меня часто спрашивали про мой никнейм, в комментариях тоже через раз вижу что-то про это, и поэтому я решила записать этот не сильно длинный ролик, чтобы помочь людям разобраться в этом. Я рассказывала про свой ник в нашем ролике про персонажей и частично в ролике про плохой ник. Ну а теперь расскажу о том, как же он все-таки появился на свет, как его читать, как писать и прочее. Погнали! Я никогда не отличалась оригинальностью в выборе ника. Люди складывают какие-то слова, переводят на языки, пытаются в общем-то, а я не пыталась никогда. Для меня ник это второе имя, поэтому я выбирала себе новое имя. Большинство моих ников состояли как раз из имени и фамилии, либо же из чего-то другого, то есть обычно это два слова. И мой самый первый ник, чтобы вы знали, был Эмира Хьюга, в честь, как вы поняли, моего тогдашнего оса Па Наруто. Это был весьма специфичный ос, как, наверное, у большинства детей, которые только-только создают своего первого оса. Это и был как раз мой самый первый ос. И, как вы заметили, я выросла и ничегошеньки не изменилось. Мой ник это все еще имя моего оса. Оса я тогда своего переросла, и дело в том, что мне ник надоел. Но, помимо этого, я пыталась с ним зарегистрироваться на форуме, а форум мне не позволял взять слово Эмира. Почему? Он писал, что это какое-то оскорбительное слово на каком-то другом языке. Я без понятия, существует ли такое слово. Я без понятия, существует ли такое имя. И я даже боюсь гуглить его, поэтому ничего не могу сказать. В любом случае, этот ник у меня был довольно долго, но был он у меня только в реалии. Я им не пользовалась в интернете. Когда я все-таки пошла на форум, он мой ник отклонил, и мне нужно было придумать новый. И я взяла ник, который лично я читала как For a Lies. Сразу скажу, теперь я уже в курсе, что читается и пишется этот ник не так. Этот ник к нам был отсылкой на песню вокалоидов про Алис и Страну Чудес. По идее, он переводился как Четвертая Алиса. Я очень любила вокалоидов и сейчас люблю. Но одна из причин, по которой я отказалась от этого ника, было как раз то, что... Он, во-первых, был написан неправильно. Читала я его тоже неправильно, но это не так и важно. Дело в том, что он бы не показывал мою страницу, он бы показывал как раз вокалоидов. Поэтому это плохой ник, не делайте так. Да, я дебил, но мне было 12, ребята, так что меня можно простить. Правильно было бы говорить For a Lies, по-моему. Но даже когда я узнала это, мне было пофигу. Дело в том, что Elias такого слова в английском нет, а For это просто 4. Поэтому четвертое было бы как For, как я уже сказала. Поэтому никнейм был полностью неправильным абсолютно от начала и до конца. Сменила я ник, как я уже сказала, по причине, что меня бы просто не нашли. Но еще я ушла просто с форума. Тогда я уже решила заниматься рисованием и решила выбрать себе ник на года. Вот тут и начинается вся эта история. Дело в том, что моему нику как раз-таки столько же лет, сколько и моему осу. Как вы поняли, мой ник это имя моего персонажа, только написанный неправильно. Бриз Акамура это имя моей оски. И для наглядности вот так оно пишется на английском. То, как я опишу свой ник, это Бризе. И такого слова в английском нет. Зато есть в итальянском, но это так, чисто. К слову, я про это узнала только что, когда решила загуглить. Итак, разница в буквах лишь для того, чтобы меня не путали с моим персонажем. Да, я знаю, это тупо, это дебильная причина, но что есть, то есть. То есть, когда речь идет про меня, будет верно написать Бризе. А когда, в общем-то, про Бриз, то Бриз. С этим вроде бы все понятно. Тогда почему я называю себя так же, как и ее, если это пишется и читается не так? Ну, как я и сказала, я и написала это неправильно, лишь для того, чтобы не путаться. Читая свой ник, я точно так же, как и имя. Бриз Акамура. Хотя, правильнее было бы Бризи. Сразу скажу, меня не злит и не обижает, когда люди меня так называют. Но лично мне не нравится, как это звучит. Эти две З звучат как БЗ. И я не знаю. Наверное, это очень странная и тупая причина, но мне не нравится. Поэтому я просто Бриз. Да, просто с одной З. И да, там З, а не С. Не знаю почему, может я непонятно говорю, но многие пишут мой ник на русском с С на конце. Хотя, буквально перед глазами английский ник с двумя З. Как-то мне попался комментарий. Скорее всего, это была ошибка, сделанный Т9. То есть, телефон заменил мой ник. На меня один подписчик назвал Борисом. Это буквально любимая моя вариация. Мне просто смешно вот этого. Ну, а что, забавно же. И раз мы уже заговорили про Бриз, скажу, почему именно это имя я выбрала для персонажа. На нашем первом Сперпинстриме у меня спросили про это, но поскольку не все смотрели его, я повторю свою мысль. Я хотела себе оригинальное имя, естественно, какое-то иностранное. Мне хотелось, чтобы мой Оз отличался, и поэтому я не гуглила имена персонажей. Я выбрала слово, которое мне понравилось, как звучит. Я ни разу в жизни не видела персонажей с именем Бриз. Бриз, возможно, теперь уже такие есть, но я же не могу запрещать использовать это слово. Но на тот момент это было, как минимум, супер-мега оригинально, потому что, еще раз говорю, я такого просто не видела. Фамилию я сделала по-другому, ее я как раз сделала то, как всем рекомендую делать имена придумывать или никнеймы. Я сложила разные слова, а если быть точнее, то вот вам небольшой мини-урок японского. На японском демон будет как Акума. Сейчас все фанаты Леди Баг заверещали, но да. Я тогда смотрела аниме Синий Экзорцист, и главного героя звали Окумура Рин. И я соединила как раз вот это Окумура и Акума, и получилось Акамура. Я очень гениальный чел. Да, этого слова вроде как не существует, потому что его и придумала я. Оно ничего не значит, хотя я, конечно, вкладывала туда какой-то смысл с этим демоном, но по факту это ничего не означающее слово. Если бы у меня сейчас получилось так, я бы и другим персонажам сделала такие имена. Но с остальными я поступала куда проще. Это по большей части отсылки на других персонажей, на знакомых моих, и просто красивые имена, которые мне понравились в гугле. Вот так вот, ребята. Надеюсь, вам понравилось это слушать. Надеюсь, я больше не буду Брисом или Борисом. И надеюсь, больше не будет так много вопросов про то, как читается и пишется мой никнейм. Всем большое спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на все соцсети, которые вообще-то есть в описании. Всем отличного дня, целую, пока.